С сегодняшнего дня государственные больницы Ямала закрыты на карантин. Это связано с тем, что текущая заболеваемость населения округа ОРВИ и гриппом на пятой неделе года предэпидемическая. Для предупреждения распространения вируса в учреждениях здравоохранения Ямала принято решение ввести карантинные мероприятия. Как обстоят дела в Муравленко, сегодня выясняла Татьяна Сорукина. На прошлой неделе в городе зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных категориях, в целом на 69%. За медицинской помощью по этому поводу обратились свыше 490 человек. По-прежнему официально подтвержденным является лишь один случай выявления гриппа в лабораторных условиях в связи с тем, что пробы проверялись последний раз в январе. Пробы на грипп направляются у нас согласно утвержденного графика один раз в месяц, во второй половине месяца. То есть последний раз соответственно в январе на этой неделе планируется отобрать новые пробы и соответственно уже к концу месяца у нас будут результаты тех исследований, которые будут проводиться в спид-центре города Ноябрьском. По становлению главного санитарного врача округа с 6 февраля введены карантинные мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях Ямала. В Муравленко проведено перепрофилирование соматических отделений стационара для приема больных гриппом и ОРВИ. Также в числе мер введение масочного режима, режима проветривания и дезинфекции, влажной уборки. Вопрос заболеваемости ОРВИ и гриппа стоит на особом контроле, в том числе и у администрации города. Сейчас в еженедельном порядке проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, где организовано межведомственное взаимодействие всех заинтересованных служб города. В системе образования города также предпринимаются повышенные противоэпидемические меры. Выявление заболевших детей, запрет массовых мероприятий, соблюдение профилактического режима, ежедневный мониторинг заболеваемости. В детских дошкольных учреждениях будут созданы специальные временные группы, которые будут посещать привитые дети, не имеющие симптомов заболевания. Сколько времени продолжится данная ситуация, эпидемиологи пока ответить не могут. Татьяна Сорокина, Вадим Братчик. Новости нашего города. Продолжение следует...